Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и меня очень часто спрашивают, какую машину можно порекомендовать новичкам в игре, ну или большинству игроков, для того, чтобы на ней хорошо фармить, для того, чтобы на ней получать удовлетворение от игры и чтобы она была максимально простая для ее реализации. Итак, знакомьтесь, Т-54Е2, мой личный фаворит и я его поставлю однозначно на первое место по тому, какие ощущения от игры он тебе предоставляет и какие результаты тебе приносит. Итак, Т-54Е2, мало кто знает, как машину именно под таким названием, но как только вы говорите игроку акула и он сразу все понимает, за 1450 золота вы можете купить себе отдельно камуфляж легендарный, который делает машину вот такого вот прикольного классного внешнего вида. Я с вами убрал абсолютно голую, без ничего, абсолютно об этом не жалею, хорошо машина отыгрывается и в таком внешнем виде. Отыгрывается она хорошо, потому что в первую очередь имеет крайне, крайне хорошее, классное и сбалансированное орудие. Время сведения и разброс на 100 метров очень классное, 3,6 и 0,330. Урон в минуту 2248 единиц, кто-то скажет, что этого мало, но к этой теме мы вернемся чуть-чуть позже. Время перезарядки 8 секунд с копеечкой, и это очень классно, но все-таки все эти характеристики с учетом оборудования и амуниции, и об этом необходимо помнить. Что касается, ребят, бронепробития 220 единиц, и этого в принципе достаточно, чтобы играть на уровне. Если вдруг вам по какой-то причине не хватает, ставите подкалиберные 260, уж точно за глаза, даже против девяток многих. Что касается осколочно-фугасных, 53 пробития в целом довольно неплохо помогает закидывать кому-нибудь в корму или под башню, для того, чтобы бить по верхнему листу корпуса. При этом у вас единицы урона 310, 260 и 440 на осколочно-фугасных. А угол встанения орудия минус 10 вниз отыгрывается просто шикарно на этой машине. Она имеет вот такую вот великолепную броню. Как вы видите, не все, безусловно, красное, но благодаря тому, что очень хорошие скосы по броне, в первую очередь, на башне, тут приведенки больше, чем достаточно. И рикошеты от башни идут очень часто. Вот эта передняя часть просто шикарно танкует, и то, что я говорил, орудие вниз опускаете на минус 10, стоите на каком-нибудь холмике вот так вот, и фиг вас, кто выковыривает. Вот реально отыгрывать от башни на данной машине просто шикарно. При этом верхний бронелист имеет тоже великолепную приведенку, соответственно, пробить его будет довольно-таки сложно. В прямой проекции стоя, да, безусловно, будут пробивать нижний бронелист, и об этом нужно постоянно помнить. Еще одним слабым местом является темечка, как я его называю. Если вы находитесь где-то в низинке, то, безусловно, кидать будут в первую очередь сюда. Ну, а кто прям совсем не ленивый, то будет выцеливать вот эту вот часть. И, кстати, по поводу этой части, если вдруг вы сошлись с машиной в клинче, то выцеливать башню или выцеливать ком-башню вам будет крайне неудобно, крайне сложно. Лучше всего кидать фугас вот сюда вот, в основание башни, таким образом осколки от фугаса будут заходить в верхний лист по корпусу. То же самое касается и кормы. Если вы будете бросать фугасы, не цельтесь в затылок башни, не цельтесь вот сюда вот в корму, а бросайте вот сюда, вот в основание башни. Здесь оно крайне картонное, как видите, 40 мм. Вот здесь вот у нас в башню заходит под 30 мм броню, и здесь у нас 50 мм броню. Короче говоря, фугас вот сюда, если прилетает, то осколки заходят, ну, я бы сказал, практически во все стороны. Поэтому против фугасов, безусловно, сзади у него защиты абсолютно никакой нет. Ну, а спереди, как я уже сказал, вот это вот основание башни. Еще одной ахиллесовой пятой данной машины является, помимо нижнего бронелиста, это когда вы рамбуете вот так вот, есть точка, которая, ну, прям светится серым, и все туда пытаются забросить, вот она. Здесь 133, с учетом приведенки, допустим, в такой проекции, если подвинете, 122, и здесь всего лишь 70 мм брони. Таким образом, вот этот вот пятак, он просто-таки притягивает всех, ну, если вы его видите, вот такой вот уступчик идет на корпус. Также, в целом, по бортам очень классная приведенка, и здесь можно вполне спокойно оттанковывать из-за каких-нибудь зданий или подобных укрытий. Короче говоря, по броне машина отыгрывается очень бодро. Что касается показателей по ТТХ, сравнивая с другими тачками. Ну, во-первых, начнем с того, что на восьмом уровне у нас их такое количество, что простыня не то, что в экран не помещается, тут надо, блин, полнедели потратить для того, чтобы по ней проехаться. Здесь собраны все, и коллекционки, и премиумные, и проходные машины, и их просто-таки валом. Помните, мы говорили за ДПМ, я сказал, что в целом ДПМ может кого-то, типа, смущать мало, но по большому счету на восьмом уровне среди тяжелых танков, у него ДПМ один из самых лучших. Да, безусловно, есть у нас тот же самый АМХ премиумный, но это немножко другая история, совсем по-другому машинка отыгрывается. Есть Бизонте, который, ну извините, не у всех есть, и не пользуется особой популярностью, его еще и найти надо. Есть проходной танчик Тигр 2, здесь вопросов нет, действительно, тоже имеет выше ДПМ, и тут ничего комментировать не буду, какой есть, такой есть. Мы продвигаемся дальше, есть еще пара ребят, но все-таки, хотелось бы отметить, что ДПМ, как вы видите, по наличию красных ячеек, далеко не самый худший, я бы сказал, что один из самых лучших на уровне. Но смотреть все-таки надо не на орудие, и не сравнивать не орудие, а то, насколько машина реализуема в бою, ну и, соответственно, что она вам сможет предложить. А сможет она вам предложить следующее, свою доходность в 175%, которая, в принципе, на 8 уровне считается нормальной. Да, безусловно, есть такие ребята, которые имеют коэффициент доходности в 180, типа ИСА, допустим, 6, да, и есть у нас еще такие товарищи, как тот же самый Лев. Старый-старый танк, но в то же время самый лучший фармер. Ну, а что касается самого важного, это процент побед. Обратите внимание на процент побед в практически 58%. Дальше мы видим одни красные ячейки, доходим до зеленых. Это Бафор, с которого практически ни у кого нет. И это Шкода Т56, которая есть, но все-таки на тысячу меньше игроков ее играют. И ребята, которые покупали себе Т56, они это делали сравнительно недавно по сравнению с Акулой. Ну и, соответственно, меньшее количество игроков с лучшей подкованностью, которые все-таки, скорее всего, донатят в игру. И именно поэтому смогли себе Т56 позволить купить. Поэтому здесь процент побед немножечко лучше. Но, ребят, немножечко это на сколько? Здесь 57-82, а здесь 58-24. По большому счету, да, там на 1% от цифры в 58, а не, в принципе, аж на 1% больше. Поэтому, ребят, в целом, я бы сказал, что несущественная разница по проценту побед. Дальше у нас опять все полностью красное-красное-красное-красное и доходим до двух еще одних героев. А именно, Т77, который тоже не сильно распространен среди игроков, но здесь спорить не буду. Целых 59,7%. Опять-таки, выше, но всего лишь на 3% по сравнению с Акулой. Ну и что касается последнего нашего героя, у которого действительно выше процент доходности. Так вот это вот, давай, ой, просяк, процент доходности. Вот это я морожу. Процент побед. То это ИС-6 Бесстрашный. Но ИС-6 Бесстрашный всего лишь 8 игроков катало. Это связано с тем, что ИС-6 Бесстрашного забрали те ребята, которые в свое время прошли через рейтинговые бои, через ивент в рейтинговых боях и там смогли его заработать. То есть, здесь настолько рукастые пацаны играют на этой машине, ну просто потому, что другим эта машина не досталась. То есть, обычные среднестатистические игроки просто доступа к этой машине не имеют. Именно поэтому здесь и есть такой процент. Но это все равно, что не знаю, разыгрывать автомобиль Феррари среди всех подряд, но понятное дело, что выиграет профессиональный гонщик, типа Михаэля Шумахера. Ну а, соответственно, простому какому-нибудь там Васе, безусловно, Феррари не достанется, потому что в гонках он явно проиграет Шумахеру. Возвращаясь к теме нашей машины, я бы хотел отметить, что машина отыгрывается крайне легко. Майкл! Майкл29 сбросил мне подарочек. Открываем прямо сейчас, даже не буду отдельный видос писать, отвлечемся все-таки от нашего видео по поводу акулы. Мы раскрываем подарочек, смотрим, что Майкл нам прислал. Майкл нам прислал огромнейший, огромнейший подарок. Миш, спасибо тебе большое, мне крайне приятно. Ребят, я написал в своем клане по поводу того, что я, к сожалению, не добиваю буквально там голему 500. Мне золота не хватало для того, чтобы забрать два конта. И Миша откликнулся. Спасибо ему огромное, забираю свои два контейнера, с удовольствием их открою. Ну а пока мы возвращаемся к акуле, а у меня бешено просто поднялось настроение. Миш, спасибо еще раз огромное. Итак, акула. Берем ее и быстро забегаем в бой. Почему я рекомендую именно акулу, как один из лучших, по моему мнению, выборов для новичка или для тех ребят, которые экономят свое золото? Первое. Данная машина обладает обычным цикличным орудием, которое имеет достаточно комфортное время перезарядки и к нему нет необходимости привыкать. То есть это, допустим, не Эмиль 1951, у которого барабан, который надо ощущать, понимать, когда уходить на какой АКД и так далее. Это обычная цикличная пушка, которая обладает шикарной точностью, которая обладает не прям зашкаливающей альфой, но поверьте, когда через каждые 8 секунд вы забрасываете по 300 единиц, этого больше, чем достаточно для того, чтобы сеять смуту в рядах соперников. Плюс к тому, если вы грамотно отыгрываете от башни, если у меня сейчас это получится, безусловно, я вам это покажу, то вы практически непобедимая скала, непроходимое препятствие, с которым никто не захочет связываться. По подвижности. Я бы сказал, что машина едет очень комфортно. Это все-таки тяжелые танки, ожидать от него подвижности легкого танка или среднего танка, но это будет крайне глупым. Но в целом передвигается очень даже нормально. Какой-то засранец проскочил, наши все поехали на правую сторону, я поехал к ним, потому что самому бодаться, как бы желания никакого не было, получил в Бортино, но плюс-минус не критично, я думаю, что меня это не остановит. Сейчас попытаюсь прорваться к вот этим вот красным ребятам, поддержать наших, главное, чтобы мне сейчас опять в борт не прилетело. Так, смотрим. Эмильчик, улыбнись. Откатываемся назад, парень барабанный, мне не хочется под барабан подлазить. Давай, покажись. Вот она точность, в принципе, как вы видели и первый, и второй раз, я четко попал туда, куда указывал целеуказатель, то есть точка прицеливания, она просто-таки на все сто, я бы сказал, сошлась. Вот сейчас тоже, как видите, между обломками самолета заходит просто-таки с легкостью. Единственное, что, что мне фортануло просто с пробитиями, я сейчас кинул фугас по Эмилю, просто не имея других вариантов. Отходим немножко назад. Ну, хоть какой-то урон. С миру по нитке голому веревка, за это время наша команда разобрала соперников, сейчас, безусловно, обязательно заедем еще в одну катку, потому что тот галимашный урон, который я смог нанести в бою, это, безусловно, далеко не все, на что способна машина. Как вы видите, время сведения очень комфортное, очень классное, по броне, как вы видите, Эмиль меня сейчас не пробивает, хотя мы с ним одного уровня. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, блин, чутка не дотянул, жаль, можно было забросить, немножечко не вытянул. Ну, ладно, быкуем, почему бы и нет, парень сейчас явно находится на КД, мы этим воспользуемся. Поднимите пушку и будет вам счастье, но я даже этим заниматься не буду, просто немножко попадаюсь с ним. Переходите на голду и вы, в принципе, вполне спокойно в башню Эмиля пробиваете, жаль, добрали без меня. Вот эта точка, про которую я говорил, куда мне сейчас закинул тигр. Смотрим быстренько на урон, в принципе, залетает, как вы видите, именно в те точки, которые я называл, а именно нижний бронелист и залетает вот в тот уступ, который я показывал на соответствующей схемке в отношении бронирования. А так, в целом, машина очень бодро отыгрывает и рандомных рикошетов от нее просто дофигища происходит. 1750 единиц урона вообще ничего не делая, вот просто не напрягаясь, не потея, просто таким на ровном месте. Что касается фарма, даже при вот таких вот скудных показателях по фарму мы имеем с вами, с учетом того, что я использовал голдовый снаряд один раз, мы получаем с вами 41,5 тысячу серебром. И я бы сказал, что, в принципе, это уже неплохо, с учетом того, какой результат по бою в виде урона мы смогли сделать, а мы находимся средняком. В основном, на данной машине абсолютно спокойно вы можете вывозить, если вы привыкнете к ней, поймете просто ее бронирование, не будете лезть на передовую на открытой местности так, чтобы нижний бронелист не отхватывать, то, по большому счету, за бои своих 2,5 тысячи урона вы будете смело вывозить, это точно. Что касается всего остального, то, как я уже сказал, машина крайне комфортная для всех и во всем. Есть машины, которые дискомфортно отыгрывать на близких расстояниях из-за плохого бронирования. Есть машины, которые дискомфортно отыгрывать на дальних расстояниях, потому что у нее косое орудие у этой машины, ну, либо, допустим, там, время сведения плохое, либо разброс большой. Здесь же максимально сбалансированная машина во всем. Она шикарно вертится на месте, как для тяжелого танка, разворачиваешься ты вполне нормально, комфортно. Да, есть кто-то быстрее, но, по большому счету, ненамного. Она очень классно начинает набирать свою скорость, она нормально поднимается в горку. На данной машине можно вполне спокойно перекатываться с позиции на позицию, то есть ты не привязан к одному направлению. Если вдруг твоя помощь и твое участие необходимо где-нибудь на другом конце карты, поверьте, у вас хватит сил и плюс-минус времени добраться до своих союзников. Главное, чтобы они плюс-минус чуть-чуть подождали вас и не сильно вылазили на рожон, просто сдерживали ваших соперников, чтобы вы успели подъехать к ним в корму. Короче говоря, машина действительно просто-таки для всех. Ну что, я попытаюсь чуть меньше трындеть, чуть больше играть, но и попытаюсь сделать какие-то результаты. Вот она, хваленая точность акулы. Блин, как она мне нравится, ребят. Вот серьезно, это один из немногих танков в игре, которые я могу абсолютно не стесняясь рекомендовать. Вот помните, я говорил в своих видео, если вы не первый раз смотрите, что я никогда не порекомендую вам чего-либо, что может вас потенциально расстроить. Вот эта машина, она вас может потенциально только обрадовать. Обрадовать, ну, вот прям всем, что в ней есть. Вот по поводу, кстати, того, как она может вас обрадовать и стоит ли вам ее брать. Мой соклановец Михаил, который сбросил мне подарочек, который мы с вами только что открывали, он не знал, что себе покупать и спросил у меня, что ты можешь мне посоветовать такого, чтобы я получил чего-нибудь новенькое, интересненькое, бодренькое и приятное. Я ему сказал, чувак, купи акулу, она сейчас стоит на продаже, возьми, не пожалеешь. Он взял и порой мы с ним очень бодро и весело играем во взводе на двух акулах и просто разрываем бои. Я думаю, что Миша не даст мне соврать и если он смотрит это видео, а я надеюсь, что он его смотрит, все-таки я его подарочек открывал, то, Миш, напиши в комментариях, я твой коммент обязательно закреплю под данным видосом и подтверди мои слова по поводу того, насколько ты доволен или недоволен данной машиной, потому что я уверен, что ты ею доволен на все 100. Сейчас, наверное, кто-то в комментариях начнет писать по поводу того, что ГСН продался и рекламит машины. Нет, как вы видите, сейчас акулы на продаже нет и меня никто не снабжает информацией, ВГ не сливает мне инфу, когда что на продажу будет выходить, поэтому я не в курсе, когда конкретно акула будет продаваться. Просто решил ответить на ряд комментариев, которые раньше были под моими видео на тему, как я уже сказал, что я могу посоветовать. Вот это я действительно посоветовать могу. Я не знаю, будет ли сейчас победа в данном бою, ну просто потому что нас двое, их четверо, меня кританули, короче говоря, разобрали как молодого. Но все-таки, ребят, мы сейчас посмотрим на результаты, которые дала именно акула. Не то, что сейчас бой был проигрышный, бой не всегда зависит от вас. Вопрос просто в том, что вы конкретно лично сделали для победы. Если ваш результат по бою достоин уважения, то в любом случае нельзя говорить, что вы конкретно виноваты в сливе боя. Ну что, смотрим на результаты. Я больше чем уверен, что я занял как минимум второе место в команде. Если я буду не на втором месте, а где-то ниже, я буду очень сильно этому удивлен. Смотрим на результаты. 2330 единиц, один сделанный фраг. По результатам фарма однозначно мы, ребят, не в минусе. Мы в плюсе, несмотря на то, что это проигрыш. Мы с вами получаем все равно в плюс по серебру. И это тоже достойная благодарность вам за ваши старания. И акула вам будет давать такую возможность получать такие компенсации. Я занимаю даже не второе, я занимаю первое место в команде по урону. Если бы команда отыграла чуть-чуть бодрее, если бы меня чуть-чуть лучше поддержали, то мы бы однозначно победили. Именно по всем вот этим вот причинам я и говорю о том, что акула это лучший выбор для новичка. И для того, кто хочет ощутить полностью весь кайф от игры на тяжелом танке. Поверьте, она очень простая в использовании и крайне, крайне выгодная по результатам боя. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.